Здравствуйте, уважаемые друзья! Мы общественники маленьких Юрия Николаевича Геннадий Крестьянский. Находимся в городе Алматы. Сегодня мы пришли на разрешенный властями города Алматы санкционированный митинг. Митинг касательно кодекса о здоровье. Мы видим, прибывают сюда граждане, которые хотят выступить, которые хотят принять участие в митинге. Кому не безразлично судьба, здоровье наших граждан. Как известно, ранее был принят кодекс о здоровье, в котором было много спорных моментов, особенно по трансплантации органов, по прививкам. Это все ранее обсуждалось с общественностью. Мы были с Геннадием Крестьянским приглашены на эти обсуждения. Но, к большому сожалению, многие положения так и остались не учтены. То, что общественность сообщила, что как бы хотели видеть этот кодекс о здоровье, который в мажористе парламента принимался. Значит, мы сейчас пришли на митинг высказать также свое мнение в рамках разрешенного митинга. Также и послушаем других участников данного мероприятия. Мы надеемся, что можно будет внести корректировку в этот законопроект. И чтобы все-таки те спорные моменты, которые были приняты, они были учтены, а некоторые были упразднены. Такие, как трансплантация органов за рубеж. Ни одной операции не проведено с участием наших граждан за рубежом по пересадке органов. А закон уже приняли. Кстати, там есть лазейка, которая предусматривает, что эти органы могут направлены быть для исследования. Нужно эту все-таки сомнительную корректировку, которую, по нашему мнению, формулировку приняли в этом кодексе, ее упразднить. Потому что все-таки в условиях такой тотальной коррупции у населения очень большие подозрения. Но если простым языком сказать, всех напрягает эта формулировка. Потому что сейчас, как известно, люди приписаны поликлиникам, имеются паспорта здоровья. И в такой коррупционной среде могут быть с этим положением сложности. Потому что будут знать, вдруг какой-то несчастный случай или еще что-то произойдет. И уже человека могут не лечить, а именно, если человек умрет, уже эти органы могут быть вывезены. И все прекрасно понимают, на бытовом уровне мы часто слышим опасения граждан. Поэтому вот эти спорные моменты надо убрать. Также вот еще мы оказались в условиях коронавируса в данный момент. И вот многие понимают, что распространяются очень многие неизвестные ранние болезни. Ну, если взять последние болезни, которые появились, это ЗИКа, Эбола. Вернулась губонная чума в некоторых странах. Поэтому мы все-таки думаем, что нужно идти на опережение в некоторых угрозах. Ну, в частности, в условиях Казахстана, нашей транспортной сети железнодорожной, курсируют вагоны, которые уже изношены. Некоторые 80-х годов, без биотуалетов. Некоторые вирусы, они очень стойкие. Даже стойкие к тому, что не погибают даже под воздействием ультрафиолета. Поэтому нужно все-таки подвижной состав заменить. Но эту работу уже ввели, делали запросы. Сейчас, как известно, частные перевозчики. И вот эти вагоны, они уже принадлежат частникам. Они, конечно, их меняют. В одном из писем написано, что 30% будет заменено. Но, по нашему мнению, этот процесс идет крайне медленно. Поэтому, учитывая, что все-таки мы находимся в условиях карантина, нужно выделять государству эти деньги. Каким механизмом, это уже правительство пускай решает. Но эту работу надо вести. Кроме того, при отсутствии движения, эти вагоны можно использовать как мобильные госпитали. Хотя бы для наблюдения в случае нехватки стационарных мест. Значит, ну, обращаюсь к сегодняшнему мероприятию. Геннадий, покажите, что вот пропускной режим существует. Сейчас вот проверяют граждан на то, что есть температура или нет. Поставленные вот палатки, там тепловизор имеются. Люди, уполномоченные в этих костюмах, которые вы видите. Вот даже хорошо экипированные. Но мы тоже пришли в защитных средствах, как видите, в масках. Даже вот у меня имеются перчатки. Температуру у нас померили. Температура в норме. Теперь будем ждать начала митинга. И начнем излагать также свое мнение. По мере того, как нам предоставят слово. Сейчас вот Геннадий добавит к сказанному. Я сначала видео проведу. Народ только подтягивается еще. Сегодня рабочий день. Многие работают. Власть, к сожалению, выделила такое время, в рабочее время, чтобы много людей не пришло. Ну, я полагаю, это этот вариант. И было ограничение не более двухсот человек. Только в этом случае Кальгаликанееву разрешили провести это мероприятие. Когда он заявлял более большое количество людей, ему не разрешили. Когда он снизил планку до двухсот человек, вот разрешили. Мы долго очень добивались проведения этого мероприятия. Но, наконец-то, он прошел. Сегодня будет зачитана резолюция. Наши требования и наши усилия не остановятся. Мы будем требовать отмены Антинародного кодекса о здоровье. Это наш первый митинг. Мы будем постоянно подавать и проводить эти митинги. До тех пор, пока не будет пересмотрен этот Антинародный закон. Также я хотел добавить, что все-таки законы, которые принимаются в нашей стране, Республике Казахстан, они должны быть адаптированы к населению. И все-таки представлять интересы населения, а не отдельных каких-то групп. Клановых, олигархических и так далее. Поэтому я считаю, что все-таки обсуждение законопроектов нужно проводить с населением. И в более широком формате, чем это проводится. Все-таки это очень важные документы, которые принимаются на года. Поэтому все-таки нужно очень внимательно подходить к законотворчеству. И именно те законы принимать, которые нужны, прежде всего, населению. Ну вот здесь находятся сейчас представители политической партии по СДП. Давайте подойдем к 8 дней по началу митинга. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы ведем прямой эфир. Маленький Юрий Николаевич, Геннадий Крестьянский по поводу сегодняшнего митинга. Что вы можете сказать? Ну что мы можем сказать? Все вопросы, которые будут подниматься представителями от медицины, которые организаторы здесь, они в принципе известны. Потому что все они получили звучание уже до этого многократно. И в интернете, и в прессе, и в средствах массовой информации. О том, что очень много положений в кодексе о здоровье противоречат не только принципам вообще социального государства и принципам государства, которые заботятся о своем народе, но даже противоречат здравому смыслу. И такие вещи, как обязательная вакцинация, которые, наверное, точнее будут звучать как принудительная вакцинация. И все вот эти пункты, о которых многократно они говорили. Мы, представители общенациональной социал-демократической партии, пришли поддержать медицинскую общественность, которая организовала этот медицин. Потому что полностью с ними согласны по этим положениям. Мы считаем, что это надо менять, надо удалять вот эти антинародные пункты из кодекса о здоровье. И надо вообще приостановить на сегодня действие этого закона приостановки. И с участием представителей медицинской общественности, независимых экспертов, по-новому пересмотреть этот кодекс. Но у меня есть сомнения в том, что это возможно при сегодняшнем парламенте. Сегодняшний парламент, который сам это все принимал, сам это отменять не будет. Поэтому мы, поскольку в нашей партии это в предвыборной платформе, в предвыборной программе присутствует, и мы неоднократно уже заявляли о своей позиции, что мы против и выступали в публичной сфере, мы считаем, что только при серьезных изменениях в парламенте возможно будет каким-то образом пересмотреть вот то, чего сегодня будет обсуждаться. И принять именно народный кодекс. И принять нормальный, нормальный в интересах народа кодекс о здоровье, который действительно будет способствовать здоровью и жизни населения. Спасибо. Азабих, что вы можете добавить? Сейчас уже митинг начинается. Через пару минут митинг уже начался. Я от партии ОСДП поддерживаю сегодняшнюю повестку, сегодняшнего митинга. Такой митинг неопадим. Люди в большинстве своем безоговорящие против сегодняшнего кодекса, это уже без сомнений. Сегодня, я думаю, мы, как политическая партия ОСДП, обязательно включится в оргкомитет и будем продвигать резолюцию сегодняшнего мероприятия. Спасибо. До всего. Спасибо за ваши комментарии. Вот Ольга Шанталь у нас первая. Дожидаться начала мероприятия, послушаем спикеров. Вот начало уже. Один из организаторов мероприятия, Ольга Шанталь. Раз, раз. С подведением фронтальной инстанции, как мы видим. Есть. С подведением фронтальной инстанции, как мы видим. Дорогие друзья, давайте начинаем митинг, уже больше трех. Давайте вот минутное молчание почтим память умерших от коронавирусной инфекции. Среди них очень большое количество медицинских работников. Дорогие друзья, этот митинг... Дорогие друзья, этот митинг... Обязывает нас соблюдать не только закон о митингах, который был принят в этом году. Этот митинг обязывает соблюдать еще и санитарные нормы, которые прописал главный санитарный врач города Алматы. Поэтому убедительная просьба полтора метра социальной дистанции придерживаться, носить маску правильно. Маска должна прикрывать нос и подбородок. Всем большое спасибо за участие. Добрый день. Добрый день, дорогие друзья. Сегодня мы собрались здесь, чтобы рассказать вам о некоторых нормах Кодекса о здоровье, который был подписан президентом Республики Казахстан 7 июля 2020 года и вступил в действие с 27 июля 2020 года. Мы вам расскажем, чем чревато и чем это опасно для граждан Республики Казахстан. Еще раз хотим напомнить. Пожалуйста, поддержите нас и соблюдайте все требования, которые нам необходимо сегодня выполнять. На асфальте вы видите мелом разметки. То есть мы специально сделали эти разметки, то есть социальные дистанции. Пожалуйста, убедительная просьба. Оденьте маски и, как сказал уважаемый Каргалик Анеев, как их правильно нужно надеть. Пожалуйста, вот вы видите на асфальте разметочки мелом. Вот где крестики, пожалуйста, там встаньте. Благодарим. Итак, мы сегодня обратим внимание на спорные аспекты Кодекса. Такие как вакцинация, то есть это право, а не обязанность. Далее, конфиденциальное консультирование по охране репродуктивного здоровья, как способ растления детей. Психиатрия, это наркотизация детей психотропными препаратами. Трансплантология, то есть презумпция согласия на изъятие органов. Обязанности граждан. Цифровая медицина. Коррупция в системе здравоохранения. И нарушение прав предпринимателей. Исходя из признания статьи Республики, Конституции Республики Казахстан, человек, его жизнь, его права и свободы являются высшей ценностью государства. И сейчас я бы хотела представить вам Мариночку. Мариночку. Да, дорогие друзья. Сейчас вот выступят спикеры. Это основные докладчики про те моменты, которые мы обсуждаем. Про этот кодекс мы говорим очень давно. И он уже достаточно широкий резонанс получил. И я думаю, конкретизировать нет такой необходимости. Каждый, присутствующий здесь, добровольно согласился быть участником этого митинга. Значит, он соглашается с теми нашими требованиями, которые мы хотим донести до властей. Целью этого митинга не является, мы не выступаем против правительства, мы не выступаем против власти, не выступаем. Мы выступаем исключительно против кодекса и против коррупции в системе здравоохранения. Убедительная просьба всех придерживается тематики, потому что за это тоже не соответственность организатор митинга. Кроме того, мы не выступаем против кодекса и против кодекса. Мы выступаем против кодекса и против кодекса. Почему представители средств массовой информации больше, чем присутствуют, должны быть присутствуют? Они тоже участники? Мы их больше, чем тех, которые... Уважаемые гости этого митинга, друзья, пожалуйста, еще мы вас очень просим. Это мирный митинг, согласованный с Акиматом города Алматы. И, пожалуйста, давайте не будем провоцировать друг друга, а проведем его мирно, как цивилизованные люди. Мы должны показать, что мы можем выстроить конструктивный диалог с государством, что мы можем нормально разговаривать без криков и оров. Сегодня именно мы спокойно изложим все наши претензии для того, чтобы нас выслушали. Благодарим. Хотела бы представиться для начала. Меня зовут Шамахан Марина Садвакасовна. Я являюсь инициатором родительского движения против вакцинации. Хотела бы немного представить о себе. Также являюсь автором петиции казахстанцы против обязательной вакцинации, которая собрала более 175 тысяч голосов. Также мы собрали 10 тысяч живых подписей, которые направили в администрацию президента для того, чтобы приняли меры и услышали нас. В 2019 году, 21 ноября, мой ребенок в столичном медицинском центре Жануя получил вакцину кори-краснуха-паратит. Ровно через неделю ребенок скончался. Сейчас заведено уголовное дело. Идет следствие, которое, к сожалению, очень мало верится в справедливое решение этого следствия. Хотела бы прочитать вам текст по вакцинации. На сегодняшний день заложенная в кодексе обязанность вакцинироваться вместо права вызывает огромную обеспокоенность граждан. Право граждан на информированное добровольное согласие или отказ в отношении медицинского вмешательства, что включает в себя и прививки, базируется на фундаментальном праве человека на жизнь, свободу и личную неприкосновенность. Это право само по себе уже предопределяет добровольное начало в вопросе вакцинации, которое и было закреплено в предыдущем кодексе правом на получение прививок. Невдренная же теперь обязанность прививаться вступает в острое противоречие с правом на информированное добровольное согласие, заложенное парламентариями формула права отказа от обязанности, не гарантирует гражданам возможность его реализации на практике. Законодательное принуждение к вакцинации нарушает статью 29 Конституции Республики Казахстан, гарантирующее право, а не обязанность на охрану здоровья, а также статья 17, запрещающая любое обращение с человеком, унижающая его человеческое достоинство. Обязательность вакцинации по требованию санитарных врачей позволяет Всемирной организации здравоохранения в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции вводить ее в странных участниках. Согласно указанных правил вакцинации, должна проводиться вакцинами, разрешенными ВОЗ. С оформлением каждому подвергнут на такой медицинской процедуре международного свидетельства вакцинации и профилактики, позволяющей пресекать межгосударственные границы. Информация СМИ о допуске ВОЗ вакцин, разработанном в Казахстане, клиническим испытанием подтверждает обоснованность вышеуказанных опасений. Хотела бы обратиться к первому лицу государства, к Касымжимару Кемилевичу Тукаеву. Вы как гарант наших прав и свобод, мы хотели бы получить от вас поддержку в вопросе вакцинации, а также в других нормах кодекса, которые представляют серьезную опасность для нашего населения. Продолжение следует... 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 который существовал до 2015 года на сегодняшний день этого документа нету то есть родитель который столкнется с данной проблемой то есть его ребенок получит увечья то есть ему не на что опереться третий момент а если все-таки ребенок был обследован и получил какие-то необратимые увечья государство которое обязывает нас получать эти вакцины они должны возместить ребенку здоровье и а также материальные потери родителям потому что родители один на один остаются со своей проблемой и мы хотели бы еще узнать информацию какие побочные эффекты какие необратимые процессы какие неблагоприятные ситуации случаются в случае этой процедуры то есть вакцинации спасибо большое благодарим марина сейчас мы бы хотели пригласить анастасию машнину журналист она приехала там с города караганды повестить такую тему как репродуктивное здоровье или секс просвет здравствуйте моя тема может показаться не такой страшной как его тема вакцин но на самом деле это не так и в будущем это может очень сильно аукнется очень сильно аукнется нашим детям в кодексе есть две статьи касающиеся секс просвета но конечно называются они сейчас не не статьи о секс просвета об охране репродуктивного здоровья ну что такое охрана репродуктивного здоровья по сути дела это всего-навсего трюк это эфемизм благопристойное выражение которым прикрывают грязную суть лоббисты секс просвета по сути растлители наших детей в чем еще опасность этой нормы в том что не указывается возраст детей которые имеют право на получение консультаций понятных консультаций в простой доступной форме о сексуальном поведении по сути инструкция о том как заниматься сексом но при этом не размножаться есть еще статья девяносто вторая особенности предоставлению услуг по охране репродуктивного и психического здоровья несовершеннолетним в возрасте от десяти лет вот вдумайтесь только возраст от десяти лет это значит начиная с пятого класса начиная с пятого класса дети будут обращаться без ведома родителей за информацией о том как вести сексуальную жизнь в подростковом возрасте по сути дела школьники, дети я с вами не согласен, вы не правы это популяризация безнравственности популяризация безнравственности вот я согласна с мужчиной и дорогие друзья пожалуйста дайте высказаться Анастасии благодарим Минздрав уже издает приказ который был опубликован в открытом доступе для обсуждения о том кто должен собственно заниматься вот этим консультированием наших детей поскольку перед тем как кодекс был принят нам говорили что не беспокойтесь это будут такие хорошие люди наши люди свои ничего плохого детям они не сделают что же это на практике на практике этими консультантами выступают медицинские центры здоровья согласно этому приказу медицинские центры здоровья были созданы 14 лет назад по инициативе ООН ЮНИСЕФ ну и всей вот этой компании международных организаций как мы знаем одна из их целей это сокращение населения столько это много так вот инфраструктура для вот этих консультаций без ведома родителей уже готова уже создана и получается что мы сейчас видим в тех же странах Европы странах запада в Америке если у нас кодекс только-только дал зеленый свет вот этому секс-просвету который называется охрана репродуктивного здоровья то там вот эти все практики расцвели уже пышным цветом дети детей учат детском саду анонизму будем называть вещи своими именами склоняют к смене пола а родители родители со своим недоумением со своим возмущением они остаются в аутсайдерах они остаются по сути вне закона то есть они уже ничего сделать не могут и вот сейчас у нас есть у нас есть еще шанс противостоять вот этому длитурному влиянию и защитить наше будущее и мы считаем что для предотвращения негативных последствий как для отдельных граждан для отдельных семей ведь речь идет о том что родители будут отделяться от детей воспитанием по сути будут заниматься посторонние люди так вот мы считаем что для того чтобы предотвратить вот эти негативные последствия в том числе и для нации в целом необходимо убрать вот данные опасные нормы родительский контроль должен быть непременно в таких важных сферах как в таких важных сферах как половое воспитание детей авторов и организаторов ответственность благодарим благодарим Анастасия дорогие друзья еще раз напоминаем вам это мирный митинг согласованы с акиматом большая просьба не устраивать провокации и еще на асфальте вы видите разметки нам необходимо соблюдать некоторые условия на асфальте вы видите разметки где крестики пожалуйста соблюдайте социальную дистанцию и пожалуйста мы вас очень против просим далее я хочу сейчас представить вам Гульмиру Симбиеву специалист по связи с общественностью фонд коргау она затронет такую тему как психиатрия здравствуйте спасибо за то что вы все пришли спасибо хорошо слышно нет все хорошо спасибо всем что вы сегодня сюда пришли меня зовут Гульмира Симбиева я представитель общественного фонда коргау чар мы выступаем против того чтобы в школах и в детских садах была внедрена психиатрия что это такое сейчас в кодексе статье 91 прописали охрану психического здоровья что это означает это означает что в школах и в садиках без ведомой согласия родителей врачи обычные врачи не психиатры имеют право поставить псих диагноз нашим детям что значит псих диагноз псих диагноз это означает что ребенок в будущем может иметь не иметь возможности устроиться на работу также у него могут быть такие ограничения как получение прав на вождение могут быть ограничения в занимаемых каких-то должностях допустим в политике кто из родителей на такое согласится кому из родителей это понравится что его ребенку могут загубить будущее еще за школьной партой или находясь в детском саду я думаю что многие родители с этим не согласятся затем в школах с десяти лет имеют право предоставлять конфиденциальную психиатрическую помощь что это за помощь вдруг будут прописывать психотропные препараты родители могут на это быть тоже не согласны почему родители не уведомляют об этом родители должны знать что происходит с ребенком какие тесты ребенку проводят куда уйдут результаты что получится в итоге что из себя представляют психотропные препараты какие их составы какие побочные эффекты почему это все умалчивается мы призываем к тому чтобы родители к этому вопросу относились очень щепетильно почему потому что зарубежный опыт показывает что это негативный опыт благодаря таким проектам именно за границей скажем в США у них очень высокие продажи психотропных препаратов очень низкая обучаемость допустим после внедрения одного проекта стала популярным именно диагноз гиперактивность что это за диагноз этот диагноз могут поставить любому ребенку вы проверьте пожалуйста у нас в Казахстане называется гиперкинетическое расстройство посмотрите симптомы этого заболевания то есть ребенок часто ерзает на стуле перебивается взрослых без разрешения говорит не может дождаться своей очереди и за это ему могут поставить психический диагноз я скажу что под эти критерии можно подписать 99 процентов детей что значит привести ребенка к нормальному состоянию как психотропные препараты могут привести его к нормальному состоянию я не знаю почему я об этом говорю потому что есть дети из детского дома им препараты давали с маленького возраста 6 лет и лечили их психотропными препаратами там в течение 10 лет и так и не привели никакому нормальному состоянию и многие из этих детей стали хроническими психохрониками мы бьем тревогу мы говорим о том что мы хотим здоровое общество мы не хотим чтобы наркотизировали наших детей с маленького возраста и прописывали им психотропные препараты также мы выступаем против того чтобы психиатрия финансировалась из обязательного медицинского страхования из фонда обязательного медицинского страхования за бесплатную медицину спасибо большое ну да я согласна что медицина такое как допустим там рак или инвалидность они должны финансироваться из обязательного медицинского страхования но такие как спорные моменты допустим некоторые родители говорят моему ребенку поставили умственно отсталость но я с этим не согласен почему такие такие спорные диагнозы как скажем почему я говорю спорные потому что психиатры сами иногда не могут отличить физическую болезнь от психической болезни у нас есть такие случаи когда женщину лечили 6 лет от ей поставили диагноз шизофрения ее лечили 6 лет держали в психбольнице и через 6 лет она выявила когда вышла из психбольницы чуть ли не умерев там она пошла к эндокринологу и узнала что оказывается у нее гипотериоз то есть сами врачи психиатры не могут отличить физическую болезнь от психической болезни а теперь хотят чтобы еще обычные врачи ставили психические диагнозы мы говорим что это опасно если он ошибется и ребенок будет принимать психотропы затем умрет от побочных эффектов кто понесет ответственность этот обычный врач понесет ответственность или тот кто создавал этот кодекс смогут родители доказать что что-то было сделано неправильно в отношении его ребенка или нет куда потом обращаться кому потом собирать то что было разрушено это тоже неизвестно также психиатрия в этом кодексе очень сильно упрощается допустим сейчас есть такая норма что любого человека могут госпитализировать без суда и следствия как это возможно психиатр сейчас если поставить диагноз он имеет право привлечь силы МВД для госпитализации то есть что это значит это значит что любому человеку у которого есть психический диагноз можно вызвать психиатр может вызвать полицию они приедут домой выломают дверь и госпитализируют человека без суда и без следствия раньше на это требовалось решение суда теперь это решение суда не требуется мы говорим о том что эта норма она карательная мы считаем что это карательная психиатрия поэтому мы просим чтобы эти пункты были изменены также мы говорим что во время любого псих диагностики тех же самого ребенка должна вестись аудио и видеозапись чтобы завтра ребенок или взрослый человек уже мог это спорить в суде он мог сказать я этого не говорил и видеозапись этого подтверждала нам психиатры говорят что это невозможно потому что это охрана частной собственности что это охрана там частной жизни и так далее ну посмотрите вокруг мы в какое время живем у нас на каждом перекрестке стоят видеокамеры даже в суде когда человек дает показания снимают что он давал показания не под давлением что он действительно был в состоянии адекватном все это уже есть почему нельзя это внедрить в психиатрию мы выступаем за это потому что должно быть добровольность нельзя никакого человека лечить принудительно это лечение это услуга это должно быть добровольно поэтому спасибо всем за внимание благодарим Гульмира дорогие друзья еще раз напомню пожалуйста соблюдайте социальную дистанцию на асфальте вы видите крестики и очень просим пожалуйста кто не надел маски наденьте маски сейчас я бы хотела пригласить Бейбута Амарова Бейбут Амаров практикующий эверист он приехал к нам с города Икибастуз он выступит с темой нарушения прав человека обязанности граждан в кодексе здравствуйте вы рады спасибо спасибо уважаемые участники как вы уже поняли темой сегодняшнего нашего собрания являются проблемы кодекса здоровья как многие уже осознают во многом этот кодекс ущемляет ущемляет конституционные права граждан граждан Казахстана если ранее при прошлом кодексе мы худо бедно жили нормально лечились то нынешний кодекс как уже отметили предыдущие спикеры во многом нагнетает нам новый вид медицины так сказать принудительной медицины это и в области вакцинации это в области психиатрии в области так называемого сексуального просвещения детей что другими словами можно назвать как растление трансплантология а также принудительные назначения врачами видов лечений и медицинских осмотров конечно любая живая душа любой человек не хочет быть не хочет чувствовать себя подопытным кроликом в какой-то вот такой вот юридической клетке и поэтому целью нашего сегодняшнего собрания является решение вопросов как донести до тех людей которые принимают решения в отношении наших жизней в отношении нашего здоровья донести до них то что мы хотим жить так как мы жили раньше чтобы нам не внедряли принудительную медицину в этой связи нами подготовлено обращение обращение на имя первого руководителя страны а также будет разослано это обращение в законодательный орган и в исполнительный орган министерства здравоохранения поэтому просим всех болеющих за то чтобы мы жили по конституционному праву присоединиться к этому и обратиться как в индивидуальном порядке так и в коллективном порядке можно также обращаться в аккаунты в социальных сетей есть блогеры есть лица которые информативно располагают на своих социальных страничках вот эти все сведения которые мы вкратце сегодня в силу регламента этого собрания ограничивающего нас по времени только мы в общих чертах смогли обозначить основные проблемы но эти проблемы конечно стоят на уровне того чтобы остаться живыми остаться здоровыми поэтому это дело каждого гражданина каждого человека у которого есть дети или нет их потому что здоровье это одно из самых ценных и важных наших конституционных прав спасибо за внимание Бейбут благодарим Бейбута за то что он приехал с Эгипастуза для того чтобы выступить и объяснить вам еще раз пожалуйста друзья соблюдайте дистанцию на асфальте вы видите разметки и еще раз напоминаем это мирный митинг мы против насильственных действий сейчас я хочу представить вам Ирину Ким руководителя инициативной группы многодетных матерей здравствуйте друзья благодарна все благодарю всех кто сегодня пришел кто заботится о здоровье наших детей заранее извиняюсь и за себя и за остальных спикеров из-за того что мы не можем донести информацию на обоих языках у нас не все спикеры говорят на казахском почему потому что ну такое уже у нас государство так у нас получилось поэтому я извиняюсь еще раз перед всеми за это но сейчас факт не в том на каком языке мы будем говорить факт в том что за период пандемии у меня вот например я мало да сейчас в сетях девчата мои знают в чатах потому что мы все это время занимались тем что точечно решали дела и спасали людей это все из-за того что из-за коррупции в медицине которая закреплена в кодексе у нас просто люди умирали особенно в аулах не было не было не было достаточного обеспечения лекарствами и не врачи были виноваты врачи сами погибали только из-за того что у нас систему здравоохранения разбили на всякие ФОМС на СК фармацию на всем делаются деньги только потому что кто-то решил что он имеет на это право до тех пор пока не будет искоренена коррупция это будет продолжаться буквально буквально позавчера мы ложили в больницу ребенка который приехал инвалид из Кызыларды и в детской аксайской больнице с нее потребовали платный тест на коронавирус в итоге когда мы обратились это нужно было до министерства достучаться девочку два дня мурыжили понимаете почему сегодня я пришла на этот митинг почему мамы поддерживают этот митинг да потому что вот восемнадцатилетний мальчик три недели не дожил до своего восемнадцатилетия из-за того что его с сахаром 33 седьмая поликлиника больница только для того чтобы себе не испортить показатели наверное из-за этого они прямо с реанимации через два дня выписали его домой через день он умер понимаете и хотя у них за день до этого был его ПЦР тест в котором было сказано что у него обнаружен коронавирус пока наши врачи пока администрации наших больниц будут назначаться откуда-то сверху по знакомым не по этим своим врачебным каким-то навыкам да по опыту до тех пор у нас будут умирать люди поэтому вот этот кодекс который навязывает нам принудиловку они говорят что озаботятся о нас о наших детях о нашем здоровье на самом деле они только заботятся о своих карманах почему потратив столько денег Казахстан потерял такое количество людей во время пневмонии во время коронавируса то всех пишут туда то этот хоронили как попало выдавали поэтому мы должны в первую очередь требовать чтобы у нас здравоохранение было на уровне и бороться всем вместе против коррупции спасибо Благодарю Марина друзья еще раз хочу напомнить пожалуйста соблюдайте социальную дистанцию и у нас мирный митинг сейчас я приглашаю Айдара Алибаева заместителя партии ОСДП Добрый день я представляю общенациональную социал-демократическую партию почему мы здесь мы на своих круглых столах я лично в средствах массовой информации неоднократно выступали на эту тему здесь мы находимся потому что мы поддерживаем медицинскую общественность независимых экспертов в их деятельности против кодекса здоровья это не кодекс о здоровье это кодекс показывает что властям здоровье людей в принципе находится на каком-то там на третьем на пятом месте исключительно важным я считаю вот эту борьбу по удалению из кодекса здоровья вот этих всех позиций связанных с принудительной вакцинацией с торговлей органами и много-много других о которых сейчас здесь выступают врачи медики я хочу акцентировать свое выступление на другом вот мы подписали и подпишем резолюцию по результатам сегодняшнего мероприятия в котором все вот эти требования будут высказаны и направлены соответствующим органам у меня есть большие сомнения в том что сегодня наши государственные органы к этой резолюции прислушиваться ну сами представьте как может парламент состоящий в основном из членов партии НОРОТАН отменить свои же собственные подписанные кодексы о здоровье которые они несколько месяцев назад сами обсуждали и подписали в этом отношении эти сомнения очень серьезные поэтому как всем известно не за горами парламентские выборы наша партия идет на эти выборы и мы зная какая ситуация в стране как она усугубилась по результатам коронавируса по результатам вот этого четырехмесячного карантина что сегодня народ уже не доверяет сегодняшним и партиям и властям мы мы готовы даже с экспертами и представителями медицинской общественности подписать меморандум о сотрудничестве и взаимной поддержке в том что когда мы пройдем в парламент вот этот вопрос кодекс о здоровье принудительная вот эта вакцинация обязательно через запятую там идет дистанционное обучение которое мы тоже считаем это уничтожение нашего молодого поколения вот эти вопросы не только будут подняты нами а мы приложим все усилия для того чтобы отменить эти позиции спасибо благодарим Айдар друзья пожалуйста соблюдайте социальную дистанцию сейчас я бы хотела пригласить Маляку Ибраиме мама двоих детей здравствуйте приветствую всех неравнодушных граждан меня зовут Ибраиме Малика и в первую очередь я буду выступать маску маску нужно дорогие друзья это условие да пересили себя дышать вот так вот но выступлю меня зовут и в первую очередь я буду выступать как свободный человек как гражданин республики Казахстан и как мама тема моего выступления это поправка в кодексе петиция против которой за рекордно короткий промежуток времени собрала более 180 тысяч голосов и поправка это об обязательной вакцинации общественность выступала против нормы о недопуске привитых детей в сады и за штрафы от вакцинации и нам удалось добиться отмены этой поправки спасибо при этом в кодексе осталась статья 85 пульт 4 которая гласит физические лица постоянно находящиеся на территории республики Казахстан обязаны получать обязательные профилактические прививки против инфекционных и паразитарных заболеваний и тут возникает вопрос почему нас хотят обязать делать прививки каждый человек и родители почему нас хотят лишить права на выбор не учитывая что вакцинация это серьезное вмешательство в организм человека каждый человек и родитель в первую очередь желает здоровья своему ребенку и если он будет уверен что вакцинация безопасна мы сами будем приводить детей в прививочные кабинеты мы сами будем требовать этой вакцинации от государства на данный момент мы имеем распространенные случаи поствакцинальных осложнений в том числе и кто с этого момента не взял этих детей на контроль никто не знает что с ними было как эта вакцина отразилась на их состоянии надо понять что мы не знаем куда идти в случае осложнений создайте прививоченные кабинеты где будут принимать врачи которые работают с поствациональными осложнениями кабинеты где врач согласно списку осложнений в аннотации сможет определить что это поствациональное осложнение от прививки даже если это БЦЖ которое может проявить себя спустя 3 года мы боимся за здоровье своих детей вы хотите обязательно ставить прививки тогда возьмите на себя ответственность и обследование перед прививкой пусть все эти анализы будут бесплатными включая анализ на скрытые инфекции на генетическую предрасположенность к болезням и на анализ на дефицит всех витаминов и микроэлементов в организме чтобы вакцинация не возымела обратный эффект в виде осложнений сделайте все это бесплатно и при таком подходе мы будем убеждены что нам нечего бояться покажите что вы готовы и докажите нам это осветите такой подход к вакцинации во всех средствах массовой информации государство имеет право заботиться о здоровье своих граждан но должно обеспечить безопасность вакцинации во всех ее аспектах и только после того когда мы поймем что ответственность за последствия обязательной вакцинации государство взяло на себя мы согласимся с этой поправкой в новом кодексе здоровья который на данный момент нарушает наши права и права наших детей директор ассоциации торговых предприятий директор ассоциации здравствуйте уважаемые сограждане спасибо всем что вы пришли сегодня реализовать свое конституционное право на митинг и мирное высказывание своей точки зрения касательно нового кодекса здоровья меня зовут Ермек Рахметов я представляю ассоциацию торговых предприятий Казахстана за нами 10 тысяч предприятий которые задействованы в сфере бизнеса и предпринимательства я хочу сказать что сегодняшние нормы которые приняты в новом законодательстве угнетают и давайте говорить прямо гнобят бизнес я говорю с точки зрения предпринимателя мне очень интересно например понять следующее мы оплачиваем сейчас вот взносы ФОМС это лишняя нагрузка непосредственно на нас как на налогоплательщиков так и на наших сотрудников которые задействованы на наших предприятиях вопрос в другом мы оплачиваем туда огромные деньги вот уже 3 года функционирует эта организация какой результат мы увидели на примере пандемии которая вот недавно прошла у нас мы увидели что данная организация абсолютно неэффективна в этой связи норма которая регулирует его действия по новому законодательству должна быть отменена мы непосредственно как предприниматели хотим задаться вопросом почему мы предприниматели не учим врачей лечить как лечить людей да но почему врачи нас учат как заниматься бизнесом очень большой вопрос касается того что у нас законодательство которое сегодня регулирует бизнес деятельность в частности санитарный надзор или скажем там медицинский надзор он является просто губительным для нашей бизнес активности для нашей бизнес активности посмотрите для кого то значит закон этот работает кто то не может открыть свой бизнес а кто то работает подпольно как мы можем говорить о принятии нового законодательства когда глубина коррупции в медицине просто огромна я еще раз хочу сказать о том что наше конституционное право отстаивать свою точку зрения спасибо всем тем неравнодушным гражданам которые понимают что новое законодательство новый кодекс здоровья это проблема не отдельной группы людей это проблема каждого из нас и здесь нет национального признака это касается и русского и казаха и татары и узбека любого гражданина республика казахстан который подвергается дискриминации согласно с этого нового законодательства я еще раз хочу отметить очень важную деталь что данный кодекс был принят в нарушении всего законотворческого процесса один из принципов законотворчества является вовлеченность то есть тогда когда граждане участвуют в обсуждении и могут вносить реальные правки в то или иное законодательство когда мы знаем что законодательство или законопроект имеет полную вовлеченность я вам скажу следующее для каждой области сегодня у нас микрофон для каждой области я вам скажу каждый санитарный врач сегодня маленький царек вот он скажет будет работать этот бизнес а скажет не будет работать в соответствии законодательством мы должны это просто-напросто стереть эти нормы должны быть вообще все нормы законодательства должны использоваться для комфорта и благополучия граждан а не для нашего угнетения и прямо говоря геноцида поэтому мой призыв хватит набить бизнес не нужно нас учить как им заниматься врачи займитесь своим делом защищайте наше здоровье решайте вопросы экологии в Актау нет воды в Атырау Карабатан у нас здесь ТЭЦ вот основные причины заболевания которые нужно решать я считаю что то что сейчас проводится то что нам просто-напросто навязывается это проверка на то можем ли мы как единый народ отстоять свою точку зрения и показать тем депутатам которые принимают такие недалекие законы кто здесь сила и кто здесь власть спасибо большое АПЛОДИСМЕНТЫ Да совершенно Великий совершенно правильные вопросы затронул к большому сожалению в новом кодексе с поправками Сената были добавлены нормы по которому любой санитарный врач рядовой санитарный врач может приостановить предпринимательскую деятельность в предпринимательском кодексте написано что предпринимательская деятельность может остановить полку решений суда А в новом кодексе прописывают эту норму. Это, естественно, возвращает наш Казахстан в 90-е годы. То есть мы против этой нормы тоже выступаем. Спасибо. Так, следующий выступающий. Сейчас мы бы хотели пригласить на сцену команду LiveKZ. Хочу поблагодарить Каиргари Кунеева за этот митинг и вашу команду, которая организовалась сегодня. Мы с самого начала этого года выступали против бывшего министра здравоохранения Бертанова. Может быть, вы помните, как он от нас убегал. Это очень трусливый, бессовестный министр, который не выполняет своих обещаний. Конечно, сейчас у нас новый министр здравоохранения, но наследие Бертанова по-прежнему живет. Его дело здравствует. Его кодекс приняли. И знаете, в чем основная проблема? Разумеется, у каждого есть свое мнение по поводу некоторых пунктов этого кодекса. Но, однако, главная проблема, что нас не спросили. Каждого из нас, когда нас приняли решения, депутаты которых мы не избирали. Это главная проблема. Я думаю, я точно так же хочу согласиться с словами своего коллеги. Мы выступаем, наша команда выступает за то, что в каждом городе, в каждом районе должны быть общественные премии, должны происходить дебаты. Все гражданское общество должно выступать и давать свое мнение относительно каждого раздела в кодексе, потому что многие разделы не учитывали никак мнение народа. Я думаю, у нас на этом все. Мы за то, чтобы пересматривать все варианты и слушать народ. Благодарим, библиот. Сейчас мы бы хотели пригласить Юрия Николаевича Маленьких. Это общественный деятель, активист. Здравствуйте, уважаемые друзья. Я Маленьких Юрий Николаевич, общественник. Проживаю в городе Алматы. Я хотел бы сегодня на медицинскую тематику свое мнение выразить. Я думаю, что многие из вас это мое мнение разделят. Прежде всего, касательно кодекса, я хотел бы обратить практическую часть исполнения некоторых положений. Конечно, все понимают, что курение, оно вредно для здоровья населения. И в этом кодексе прописана норма, что продажа сигарет предусмотрена с 21 года. И даже были положения, что требовали со всех граждан показать удостоверение личности, чтобы удостовериться, что гражданину 21 год. Изменения сейчас внесли в кодекс. Значит, в тех местах, где продаются сигареты, это требование не актуально. Но в то же время я хочу заметить следующее. Этот закон неисполним, когда идет неорганизованная торговля как сигаретами, так и насваем. Я проживаю в Турксивском районе, неоднократно делал заявления, правоохранительные органы. Эти вопросы никто не отрабатывает. Дети видят, как продают насвай и сигареты на привокзальной площади. 89-й, кстати, опорный пункт. Прошу Таймерденова обратить внимание на это. Все-таки, если законы принимают, а исполнительную часть сделать невозможно, то, наверное, такие законы принимать не следует. Стоятельно другого положения. Всем известно, что с начала этого года у нас в стране существует обязательно медицинское страхование. Значит, гражданин по месту своей приписки имеет право получить бесплатную помощь. Я на своем примере могу привести следующее. Я обратился в 4-ю больницу с экстренной медицинской помощью, но так оказалось, что те назначения, которые мне назначили, я не мог получить по месту своей приписки. Выходные и праздничные дни регламент работы поликлиник ограничен. То есть в эти дни и в праздничные дни человек не может получить плановую амбулаторную помощь и вынужден уже обращаться к частникам для того, чтобы это сделать. Человек не должен платить за эту помощь дважды. Прежнему министру Бертанову, когда обсуждался этот кодекс о здоровье, я, собственно говоря, высказал свое мнение. Министра нет, проблема осталась. Значит, следующий момент. Как вам всем известно, появились новые заболевания в мире, которые неизвестны были ранее. Значит, всевозможные вирусные, так и бактериальные заболевания. В то же время, учитывая, что в нашей стране очень большая сеть транспортного, железнодорожного сообщения, у нас подвижной состав используется еще 18 века по технологиям. То есть я считаю, что нужно полностью 100% в Казахстане заменить подвижной состав. Я сделал запросы, профильные организации обещают 30% заменить. Но в настоящее время 50% вагонов не имеют биотуалетов. При распространении заболеваний, там уже есть обслуживающий персонал, который обслуживает железную дорогу. Это большое распространение заболеваний, которые нам еще неизвестны и которые могут появиться. Поэтому все эти вопросы, их надо решать. Нынешний состав правительства, также и законодательные органы не готовы решать эти вопросы. Поэтому нужно все-таки эти вопросы решать и заменить те, кто не желает это решать. Спасибо большое за внимание. Благодарим Юрия Николаевича. Сейчас мы приглашаем Ушакова Игоря, и он выступит с темой «Единый национальный оператор». Здравствуйте. Так, слышно, нет? Спасибо большое. Ну, в общем, мы решили осветить небольшую, ну, одну, как мы считаем, из главных проблем этого кодекса, собственно говоря, а эта проблема по большей части экономическая. То есть на экономический вопрос практически никто не обращает внимания в этом кодексе. Но в нем прописаны обязанности именно правительства республики, как оно будет относиться в отношении здравоохранения и как оно будет принимать те или иные решения. Все решения, по мнению, ну, по подписанию вот этой новой конституции, ну, не конституции, а по подписанию нового кодекса здравоохранения, после того, как мы его приняли, а приняли мы его в период карантина, когда запрещены были все митинги и так далее, то есть мы не могли даже протестовать, то есть его приняли тогда, когда мы не могли не сказать ничего, ни нет, ни да, просто вот приняли и все, не спрашивая вообще никого, когда запрещены были абсолютно все митинги, любые протесты, мнения и так далее не учитывались. Именно быстро, именно быстро, чтобы никто не успел проголосовать, никто не успел возмутиться, просто во время карантина взяли и приняли. Экономический вопрос состоял в медкодексе в чем? В том, что теперь правительство будет выбирать то, что они называют единым национальным оператором по предоставлению медицинских услуг. Единый национальный оператор, как они считают, будет выбирать, где покупать лекарства, как покупать лекарства, и никто, кроме национального оператора, не решает, где и как они будут искать инвесторов на эти лекарства. То есть, они, по сути, приватизируют всю медицину просто одним решением, которое никак не обсуждалось с народом. Вот что самое главное. То есть, если нам нужно будет решать какие-то... появится какая-то эпидемия, будет что-то еще, нужно будет выделять лекарства на что-то, просто национальный оператор через Атамикена будет искать на это инвестора. Если он на это инвестора не найдет, лечить вас от этого не будут. Это самая главная проблема так называемой приватизированной платной медицины. Поэтому, что главное мы хотим сказать? Мы против кодекса именно по экономической части. Мы против того, чтобы нашу медицину полностью приватизировали. Мы должны оставить себе в наследие бесплатную медицину. Спасибо большое. Благодарим, Игорь. Сейчас мы бы хотели пригласить Абая Ерекина. Добрый день всем. Я хотел бы напомнить, что в нашей стране есть Конституция. Согласно третьей статье Конституции, власть принадлежит народу. Согласно третьей статье Конституции, граждане Республики Казахстан имеют право напрямую участвовать в управлении делами государства. Вы все видели, что творилось? Какой кошмар творился у нас летом? Какой кошмар у нас летом творился? Было 235 тысяч случаев вирусной пневмонии, которую правительство стыдливо не причислило к коронавирусу. Вы все видели, что система здравоохранения обанкротилась? Что ФОМС, имея на складах необходимые медикаменты и оборудование, ничего не делал. Зато выявились многочисленные финансовые нарушения в деятельности ФОМСа. С самого начала все мы знали, что это кормушка. Очередная кормушка по собиранию с нас денег. Что теперь нам делать? Все очень просто. Деньги должны идти за человеком. У нас у каждого есть ИИНД. Должен быть счет медицинского страхования. И деньги эти должны перечисляться не каким-то дядям и тетям, которые непонятно как ими распоряжаются. И в ответственный момент этих денег нет. Нет лекарств, нет оборудования. Деньги должны быть на счете медицинского страхования каждого гражданина. Это известная вещь. Она применяется во всем мире. Вспомните грузинские реформы. Там медики получают зарплату тысячи долларов. И каждый из вас сам выбирает, в какую клинику идти. У какого врача лечиться. Значит, по репутации этой клиники или этого врача. Потому что у вас на счету есть, значит, деньги. У вас есть медицинская страховка персональная. Это единственный цивилизованный путь реформы медицинского страхования. Инвалиды, пенсионеры, люди, которые нуждаются. Им государство должно выплатить полную страховку. Потому что, ну, для страховой медицины это неподъемно. И сейчас мы все должны требовать, чтобы социальное страхование, пенсионное, медицинское, начислялись на персональные счета граждан. И чтобы никто, кроме граждан, значит, и медицинских организаций не имел права ковыряться в этих деньгах. Когда эти деньги будут под вашим контролем, никто не залезет в ваш карман. Это единственный способ обеспечить социальное страхование, медицинское и пенсионное. Чтобы деньги были под контролем каждого гражданина. Спасибо за внимание. Благодарим, Лава. Сейчас мы приглашаем Марата Шаханова, журналиста, бывшего главного редактора. Доживем до понедельника. Спасибо. Друзья, пожалуйста, очень просим, соблюдайте социальную дистанцию. На асфальте вы видите мелом крестики. Пожалуйста. Здоровая жизнь людей является архиватом. Архиватом и жизненно важным для человечества. Проведение милинга связано с состоянием отечественной медицины, отзывавшего вчера. Вам спасибо большое. Данный милинг надо было провести возле акимата города, если честно говоря, чтобы власть услышала крик души рядовых граждан страны, а также горе страдания людей, потерявших своих дорогих и любимых людей, из-за крайне слабоотечественной медицины, в том числе и медицинских сотрудников. Наряду с отрицательным фактором, влияющим на качество оказания медицинской помощи, как коррупция, новый кодекс о здоровье народа и системе здравоохранения. Важным элементом является включение в кодексе это добросовестное исполнение своих прямых функциональных обязанностей со стороны медицинских сотрудников. Конечно, в каждой отрасли человек в своей профессии должен относиться к добросовестному исполняю своих прямых функциональных обязанностей. В медицине, где связаны со здоровьем и жизнью людей, врачи должны уделять необходимое внимание. Полностью сваливать всю вину за смерть пациента по вине медицинских сотрудников будет необоснованно. Государство должно не на словах, а на деле повинуться лицом к проблеме отечественной медицины. До каких пор из-за некрасивной отечественной медицины граждане страны будут уходить в виновный мир по вине нерадивых врачей, не обеспечившимся медициной по всем направлениям. И нового кодекса, который вызывает многочисленные нарекания и негодования со стороны Казахстана. На конкретном трагическом примере хочу прояснить состояние нашей отечественной медицины из какого кодекса. Из-за преступной халатности, нележащей медицинской ухода и ряда врачебных ошибок в Боиславуте городской хронической клинической больнице в городе Аматы, 18 июня, 19-го городской партии, скончалась моя дорогая и любимая супруга, Аминова Надея Муратовна, мама трех детей, бабушка и десяти внуков. На сегодня 19 медицинских сотрудников из семи медицинских подчеркновений и организаций на допросах, не имеющих отношения по обстоятельству уголовного дела, не могут толком ответить на поставленные вопросы по оказанию медицинской помощи моей супруге при ее жизни, среди которых есть и скулапы с ученой степенью. Главный врач поликлиники номер 2 с Кензибеком Гульном, 21 января, не оказал медицинскую помощь моей супруге при высокой температуре отдышки в моей супруге. В больнице было четыре врачебных консилиума, не смогли выработать правильную лечебную тактику. И в таких примерах я вам хочу сказать, сейчас идет уголовное дело, озвучить я не могу, но на примеры моей супруге можно сказать, что состояние отечественной казахстанской медицины и власть, государство, президент должны обратить внимание на медицину, чтобы люди не уходили по линии медицины, чтобы не подносили крови с создания гражданам Казахстана или Довы. Жизнь просчитана в Казахстане. Медицина является самым главным отраслью в жизни человека. Спасибо. Благодарим. Благодарим. Друзья, пожалуйста, соблюдайте социальную дистанцию. У нас мирный митинг. Сейчас мы приглашаем Еркина Ракешева. Одною за слой. Продолжение следует... Добро пожаловать на наш канал! 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 Эту резолюцию мы направим на исполнение в администрацию президента. Всем большое спасибо за поддержку. Благодарим. Сейчас мы зачитаем с Мариной резолюцию. Ответын жер 2020 жылы 18.42, вақыт 3-5 кеден сарарқа кенесеатрының артындаға алан. Біз азаматтық қоғам өкілдері тек занды адыстерді. Қолдана отырып жүйелі және мақсатты тұрде әрекет етіп кодекстың халықтың денсалығы және денсалық сақтау жүлесі туралы ережелеріні өзгерісте еңгіздіде көздейміз. Қазақстанның конституциялық жүйесіне негіздерін сәйкес келмейді. Өзінің ұлттық қауіпсіздің қауіп түндерді. Азаматтарын конституциялық кепілдіп берілген құқықтары мен бостандықтарын бұзуға қазақ қоғамының моральдік этикалық қасеттерін сызып тастаныз. Республика конституциясын 33-ші бабымен кепілдірілеген мемлекеттік істерді басқаруға қатысу қоқығын жүзеге асыра өтіріп біз көдікстен. Кез келген адамға мүндетті вакциналар алуға мүндет емес. Жасына шек қоймаған балалардың репродуктивті денсаулық қорғау туралы ақпарат алу қоқығын күшейту бұл олардың жыныстық тарбесі білдіреді. Балаларға оң жастан бастап құпия ата-анасыз психикалық және репродуктивтік денсаулық сақтау қызметтерін ұсыну. Мектеп және мектепке дейінгі медицинаны еңгізу. Анық емес критерийлер бойынша мәжбүрліп психиатрияның қабылдау. Азаматтарды профилактикалық медициналық сексерден және скринингтік сексерден өтуге мүндеттеу. Адамның келесің презумциясы негізінде өлімнен кейінгі мүшілерді алуға мүмкіндік беру. Рахмет! Бермеу керек! Бермеу керек! Бермеу керек! Сейчас бы хотел выступить перед вами Осет Буналбайыз. Саламатысыдарма, менің есім Осет Булады, фамилия Муналбайыз. Алматы-Алматы олысын белесендісім. Мен бүйерді бір сұрақ көңгім келет, осында кіслердің бәріне. Бізге денсаулығы бар, ұрпақ керек болысы. Керек! Керек! Сол үшін тұрмызда. Сол денсаулығы бар, ұрпағымыз үшін ғанажымыз ұш жерде. Дұрыс-дұрыс! Осы жерді де, елді де, біз кемге қалдырамыз? Аман атқылып, арттағы ұрпаққа қалдырамыз. Сол ұрпағы үшін жүрміз. Сүнігерек. Жаға айтып атқан вакцинасы дейді. Ол вакцинаны білмейміз? Ней вакцина, қандай вакцина, ашық түрде көрсетсін ең бірінші. Жоға жақта ұтырғандыр үз баларына сасын, немерлері сасын ең бірінші. Көрсетіп, ең бірінші. Шынын айтқанды. Одан кен біз өзімізің баларымызға салайық. Тұра сол вакцинаны басқа емес. Сол вакцинаның бәрліғын. Қара отысаңыздар, ертенге кім кепіл? Ертен қызымыз бала табамайтындай. Олдарымыз бала жасайымайтындай. Кім кепіл болады оған? Расқой, білмейміз. Бізде ешқанды бәрліғы жабық түрде. Ашық көрсетсін қалыпқа. Салғысы келемі, ашық көрсетсін ең бірінші. Одайын жа, коронавирус дебатыр, пневмония дебатыр, пандемия дебатыр. Қайда кетті оның бәрліғы, соның бәріне дайымызды өді. Енді кәз бұлардың бәрі көріп келсе ақты, баллар ауырат дейді. Қайдан біледі баллар ауыратын? Қай жермен сезеді, сон айтсыншы. Міне, ертенге ұрпақта бұлар ауыру шақыр батыр. Бұрсқа қарап отысаңызды. Міне, ең бірінші бізге ұрпағымызды, өз денсаулығын, бекіттей, жасамай. Біз оныңда несіне қалып боладық. Жоғар жақ дайтадығы, 30 елдің қатарына қосылдық дейді. Өтсі тамын, паратистамын ұлашып салығы артымызды. Міне, пневмонияды, дұрс қой. Ертенгі, алымызда келеттің тағыда балары ауыраттың, олар дайым ба? Кім берет сұрақ бізге? Дәрлер бар ма? Жататын орындары емдейтін, жағы враштары бар ма? Дайым ба оның бәрі? Міне, шыны керек сол болады. Ең бірінші, біз ұрпағымызды жөн тәрбия бермей, білім бермей, десаулығы мұқты қылмай. Біз ұрпағымызды жән керек сол болады. Бізге ұрпағымызды және керек сол болады. Біз ұрпағымызды және керек сол болады. Десаулығы ба ұрпағымызды және керек сол болады. Благодарим, асет. А сейчас я бы хотела зачитать резолюцию. И мы просим вас проголосовать. Мы, представители гражданского общества, используя исключительно законные методы, намерены, действуя последовательно и целенаправленно, добиваться изменения таких положений Кодекса о здоровье народа и системе здравоохранения, которые не соответствуют основам конституционного строя Республики Казахстан, создают угрозу его национальной безопасности, нарушают гарантированные конституции права и свободы граждан Казахстана, перечеркивают морально-нравственные устои казахстанского общества, реализуя гарантированное статьей 33 Код Конституции Республики право на участие в управлении делами государства, мы выступаем за исключение из Кодекса норм, обязывающих всех без исключения получать обязательные вакцины. закрепляющих право детей без ограничения возраста получать информацию об охране репродуктивного здоровья, что означает их сексуальное просвещение, предоставляющих детям, начиная с 10-летнего возраста, право на конфиденциальные, без родителей, медицинские услуги в области психического и репродуктивного здоровья, внедряющих школьную и дошкольную медицину, допускающих принудительную психиатрию по размытым критериям, обязывающих граждан проходить профилактические медицинские осмотры и скрининговые исследования, допускающих посмертное изъятие органов, исходя из презумпции согласия человека, разрешающих вывоз органов и тканей человека за рубеж под предлогом нуждаемости в них, находящихся там казахстанцев, а также в диагностических и научных целях, предусматривающих цифровую форму предоставления медицинских услуг, а также оцифровку медицинских данных без согласия человека, навязывающих безальтернативные цифровые паспорта здоровья, расширяющих права санитарных врачей по ограничению частной и предпринимательской деятельности, создающих условия для коррупции в медицине. С учетом этого мы от имени широкой общественности не согласны с указанными нормами требуем в соответствии со статьей 46 закона о правовых актах приостановить действия опасных норм кодекса, создать рабочую группу по обсуждению указанных вопросов с участием представителей гражданского общества. По итогам данного обсуждения поручить Министерству здравоохранения разработать проект внесения изменений и дополнений в Кодекс здоровья народа и систем здравоохранения, вывести принятие такого закона на республиканский референдум. Благодарим. Мы граждане Республики Казахстан. Мы против того, что нарушаются наши конституционные права и свободы. У нас два инициативных хотят выступить еще до завершения. Две минуты, да, буквально? Слава Богу, Курметов Холайк Ермек Албан, Алашаландар Хозғалысынан. Мина енді, бірінчайтыпе дейін деген, мәжбюрлі вакцинация қарсы, біз қарсымыз, неге десеңіз, 709 депутат, ол 76-сі біздің халқтың рухсатсыз, мәжбюрлі вакцинация күйуға, жаңа чешімші арқып болған, олар ұшқандай неш жоқ, күйу жоқ. Біздің баңыларымызға вакцинация сайтын. Біріншіден, осы, интернет-чүйесін бәрін көріп отырмыз. Ол жерде, мина, әлем билетін кіландардың, адам саңын азайту, жаңа, спектакль бұладыр. Оны бәрін біліп көріп отырмыз бәріміз. Екінші, мина, бірінші балынасында, халық, мина, 5,000 тонна хлорксепті одыр, Алматының үшінен сам өлетпен. Дезинфекция салды. Дезинфекция жасак беткен көшілердің бәрі адамдарын бәрі ауырып, қырлықпалды. Мұндаған адам қырылды, өзің баңызда 15 күн жатып ауып жүттім. Бұна бұт көрілі, неге баңызарлар көрсетті жатырмын Қығыстандаға. Вирус ұлттар көрсетті жатырмын, өлген адамдарын ішін. Сойған кезде өтпесінде шығанда вирус жоқ. Ол жерде таза хлоркмен кесіната, қан үйіппалат, өйтіп қырлықпалды. Оның бәрін көріп отыр, аптекаларда дәр жоқ. Енді біздің балгер, біздің билік бар ғо. Олар енді микроскоппен көріптің, вирус олара кеп айтпететкен, бәке біз на көрсетті мұны көлеміз, на көрсетті мұны көтемізді. Олар қандай бұл көркпелмі, енді көрсеттің көрсетті қайтып отыр. Бес жастан 15 жасқа шыған балар ауырат дейді. Бізде біздің баларамыз ғырыңызғызғыз ғырып көрсетті. Біз біздің баларамызғызға үткейп көрсетті. Дүшін үшін көрсетті. Добрый день, дорогие соотечественники. Я врач 38-ге стажем. Якушер-гинеколог вүшій категории. Вы знаете, сколько лет я стояла за операционным столом, в ростзале, чтобы растить наших детей, И чтобы это поколение, в конце концов, уничтожали сверху, снизу, сбоку. Когда началась пандемия, на меня это был, знаете, шок. Когда умирали толпами люди, я позвонила в Минздрав, взял человек, трубку, я все высказала ему, полчаса, очень гневно, очень яростно, и даже со слезами он рассказал, что происходит в Алма-Ате. Вы знаете, они меня выслушали молча и сказали, хорошо, мы с вами свяжемся. И в ответ до сих пор тишина. Почему люди, которых мы избрали, с народа туда наверх, как депутатов, почему они в этот момент не оказались рядом с нами? Почему они не стояли около аптек? Почему они не жили около больниц? Почему они были в тылу или на передовой в красных зонах? Правда же? Где они были все? Я полностью хочу сказать Тукаеву, чтобы он пересмотрел всю систему здравоохранения. Я как врач не принимаю их методички ВОЗа. Я против этих методичек. Потому что они только навязали то, что им интересно. Эти губительные вакцины, после которых дети ДЦП. Мы собрали 180 тысяч подпись, лично я собирала. В ответ тоже тишина, и никто нас не услышал. Вы правильно, вы поняли меня? Вы за? Все в наших силах. Просто надо действовать. Если вы будете бесстельствовать, смотреть молчи на самолеты. Я сама снимала ролики, как над моим домом пролетали в 5 часов украсть самолеты. Мне звонили, я выходила. Правда, вы тоже видели? Да. Почему эти прививки? Зачем они нужны нашим детям, когда иммунная система и так подорвана? Постоянные стрессы. Мы против этого. Если Тукаев за народ, пусть он будет с нами. Мы против всего этого. Мы протестуем, правда? Благодарим. Спасибо. Ну, на этой веселой ноте наш митинг... Ну, хотел ответить на вопрос, где они все были, почему на красной зоне не выступали. Они в этот момент голосовали за кодекс, да? Мы знаем, кто-то, где они были, да. Вот. Спасибо всем большое, что присутствовали в сегодняшнем митинге. А сейчас мы бы хотели спеть. Давайте все вместе споем наш замечательный гимн Республики Казахстан. Дорогие друзья, спасибо всем за присутствие. Большая просьба. Все, что вы здесь услышали, если вам это близко, доносите до своих соседей, друзей, родственников. Пока нас будет здесь по 100 по 200 человек, ничего не женится. Я вам точно говорю. Ну, надо проводить этот... Мы работаем, спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok